Всех приветствую, меня зовут Юлия Атаманова и я эксперт по выкупу имущества с электронных торгов. Приветствую вас на нашем третьем занятии, которое называется «Заработок на арестованном имуществе». Предыдущие два занятия было выложено на платформу YouTube, абсолютно бесплатно, и вы можете посмотреть, если еще это не сделали. В комментарии будут указаны ссылки на них. Итак, продолжение разговора, да, то есть давайте не будем терять время, мы с вами прямо начнем занятие. Итак, тема нашего занятия – это предмет торгов. То есть что такое предмет торгов, да, то есть что такое торги мы с вами проходили. Что у нас является предметом торгов? Предметом торгов у нас является имущество, выставляемое на торги, то есть абсолютно любое имущество, которое выставляется на торги, имея сережки, мобильный телефон, квартира, машина – это предмет торгов. То есть предметом торгов могут быть движимые, недвижимые вещи, да, И имущественные права, в том числе дебиторские задолженности, интеллектуальные права деятельности, да, то есть это какие-то книги, курсы и так далее. При этом не важно, где имущество находится, кто им фактически владеет или пользуется, да, то есть это сейчас я вам закрываю вопрос, ну, например, я хочу купить квартиру, но там кто-то живет, да, то есть почему, почему выставили на торги. И вот эта вот фраза именно, да, то есть не важно, где оно находится и кто им фактически владеет, то есть оно в любом случае выставляется на торги и является предметом торгов. Имущество у нас делится на два типа, это залоговое, то, что находится в залоге и арестованное, давайте с вами прям будем разбирать, чем разница между этими двумя торгами. И смотрите, вам прям вот необходимо будет понимать, различать эти два типа, то есть залоговое имущество и арестованное имущество. Почему, давайте далее разбираться, то есть сейчас вы поймете. Залоговое имущество, это у нас, которое реализуется в рамках 102-го федерального закона, да, то есть это, да, то есть это, как правило, у нас идут что? Квартиры, вся коммерческая недвижимость, то есть это вообще об ипотеке, то есть 102-й федеральный закон и об ипотеке. И бывает очень часто, что, например, человек берет ипотеку, он думает, что он и будет платить, а он не может ее выплатить, да, то есть, и, как правило, это все то, что связано с договорами. Ну, к примеру, взяли в ипотеку земельный участок, не смогли платить, взяли прям под залог, я не знаю, какой-либо коммерческий объект не смогли платить, да, то есть все это реализуется в рамках 102-го федерального закона. Дальше, арестованное имущество, это то, что в рамках 229-го федерального закона, и это то, что является нарушением, ну, является результатом нарушения должнику. К примеру, алименту, отец не платит алимент, у него забрали машину, выставили на торги, это реализуется в рамках 229-го федерального закона. В любом случае, когда мы заходим на сайт торги GoFru, у нас публикуются в рамках 102-го и 229-го, да, то есть они одинаковые, выглядят, торги одинаковые. Но нам важно разбираться и важно понимать во всех этих тонкостях. Какие у нас с вами бывают торги, хоть мы это проходили, но в любом случае немножечко повторимся, то есть какие у нас с вами бывают торги. Торги бывают двух форм, это онлайн и это оффлайн. Онлайн-то, когда мы, например, дома, там, где-либо в кафе, там, берем ноутбук, берем электронно-цифровую подпись и участвуем в торгах дистанционно, удаленно, да, то есть готовим документы, подаем заявку на участие в торгах и участвуем. Оффлайн-торги – это когда мы едем на адрес организатора торгов, и там путем поднятия карточек, так же, как в кино, участвуем в торгах. Итак, где найти лоты, то есть где они у нас прячутся, давайте с вами прям перейдем и посмотрим, хотя да, мы уже смотрели, но тем не менее, то есть будет удобнее, если мы с вами прям вместе еще раз это сделаем. Итак, где же у нас с вами все публикуется? Сайт торги.гоф.ру, он прям так и называется, торги.гоф.ру. Переходим сюда, дальше нажимаем вкладку торги, реализация имущества должников. Реализация имущества должников обязательно в процессе подачи заявок. И вот здесь вот публикуются все-все-все-все-все торги, которые у нас есть. Если нас интересует конкретно какой-то регион, нажимаем выбрать, например, нажимаем Томская область. Выбрать поиск. Можем посмотреть то, что есть. Дальше у нас есть тип имущества, движимое имущество, либо, да, там недвижимое имущество. Можем также выбрать. И если мы нажмем расширенный поиск, у нас здесь есть форма торгов, открытый аукцион, открытый конкурс. На самом деле мы это не выбираем, потому что это без разницы. Есть предмет торга, право аренды, право требований продажи, также здесь ничего не выбираем, это все публикуется. То есть расширенный, в принципе, вам не нужно ничего заходить и ничего делать. Но есть еще нормативный правовой акт, да, то есть смотрите, также 102 федеральный закон об исполнительном производстве, также можете не выбирать, потому что все забивается вручную и в основном они публикуются все в одном. То есть где найти торги, я вам показала. То есть как их искать. Далее. Теперь давайте разберемся не просто как их искать, а как, например, найти какую-либо информацию. Здесь, если мы с вами нажмем на лоб, то есть это быстрый просмотр. Здесь будет какая-то первичная информация, с которой мы всегда можем с вами ознакомиться. Если мы нажмем на принтер, печать, да, то есть это все то, что мы с вами можем распечатать, причем можем скачать в формате PDF, да, то есть ну и потом распечатать. То есть ручной ничего добивать не надо. И если мы нажмем на листочек с зеленой стрелочкой, нас перекидывает в так называемую карточку лота. Здесь мы видим организатора торгов, дата начала и окончания подачи заявок, ну и так далее. То есть информацию мы с вами какую-либо видим. Изображений никогда не бывает, документов никогда не бывает, и заявители-участники публикуются исключительно только тогда, когда торги прошли. Можем зайти в документы, и в документах вот здесь у нас есть аукционная документация, с которой мы можем ознакомиться. Как показывает практика, аукционной документации нам всегда мало. Мало почему? Потому что нет у нас информации никакой, например, по какой причине выставленную квартиру или тот или иной предмет на торги. Дальше. Как у нас с вами проводятся торги? То есть разбираем, как проводятся торги. Мы уже разобрались, что какие у нас бывают формы торгов. То есть онлайн и офлайн. Дальше. У нас есть аукцион открытая форма и закрытая форма. Открытая форма – это когда побеждает участник, предложивший наибольшую цену. То есть здесь смотрите, в ходе аукциона вы вот так вот ставите, ставите, ставите цену, побеждает тот, кто максимально поставит цену. То есть вы видите цену конкурентов, конкуренты видят вашу цену. Аукцион закрытая форма – это торги, которые, то есть на которых побеждает участник, предложивший также наибольшую цену. Но если в открытой форме вы можете неоднократно ставить цену, поднимать ее, поднимать и поднимать, то здесь вы в конверте свою цену написали, отдали организатору торгов. Все. Он вскрыл конверт, там посмотрел, кто поставил наибольшую цену, да, то есть тот и выиграл. Теперь смотрите, если кто работает с банкротством, то есть это аналог 127-го федерального закона, публичное предложение, цену поставили, кто наибольшую предложил, тот и выиграл. То есть это называется закрытая форма. По закону разрешено и так, и так. Также у нас есть общий порядок проведения торгов. Какой он? Давайте с вами разберемся. Первое. Мы с вами оплачиваем за даток. Да, то есть все посмотрели документы, нас все устроило, оплачиваем за даток. Второе. Готовим документы, подаем заявку на участие в торгах. Третье. Мы ждем, когда организатор допустит или нет нашу заявку на участие в торгах. Все это оформляется и закрепляется протоколом, и нас, естественно, об этом оповещают. Если нашу заявку допустили, то в назначенное время мы с вами собираемся, едем либо на оффлайн торги, либо онлайн торги, приходим и участвуем дистанционно. И смотрите, результаты торгов у нас оформляются протоколом. То есть протокол может опубликоваться на сайте торги.gov, может не опубликоваться, может вообще на площадке только аккредитованном, зарегистрированном быть доступен. То есть ничего здесь такого страшного нет. И если мы выиграли торги, да, то есть если мы их выиграли, то в этом случае прям в день торгов, ну, в день подведения торгов, обычно это в день торгов, мы с вами обязательно должны подписать протокол. Если мы не подпишем протокол, то в этом случае организатор торгов расценивает его как оттаз от участия. Участникам, не выигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней, либо от площадки, либо от организатора торгов. Естественно, реквизиты вы сразу прикладываете все в заявки. Если вы не приложили, то просто дополнительно напишите заявление. Далее, победитель торгов в течение пяти дней должен полностью оплатить имущество, которое он выиграл за исключением задатка. Да, то есть будьте к этому готовы. Восьмое, смотрите, после оплаты. Здесь уже ключевое слово после оплаты. Подписывается договор купли-продажи в течение пяти дней, когда вы оплатили. Это в рамках 102-го федерального закона. И в течение десяти дней в рамках 229-го федерального закона. Естественно, вы все это заранее изучаетесь. Дальше, после этого, возможно регистрация права на нового собственника, то есть победителя покупателя, но только после того, как все обременения будут сняты. Как показывает практика, обременения снимаются в течение месяца. Иногда покупатель сам ездит к приставам и снимает эти обременения. Итак, правило первое. Мы с вами должны понимать, в чем разница между 102-м и 229-м федеральным законом. Первое, это когда мы после оплаты заключаем договор купли-продажи. Да, то есть 102-й и 229-й, там разные сроки. Но это как бы не страшно, но тем не менее, там еще есть разница в задатке. Смотрите, дальше. После того, как Росимущество передало поручение на реализацию имущества должника организатору торгов, организатор в течение нескольких дней публикует извещение о торгах на сайте торги.гоф.ру. Итак, на сайте появляется новый лот. Причем приставы берут у нас все на сайте торги.гоф.ру. То есть не они публикуют, а все с официального источника, уже расходится по коммерческим источникам. Извещение о продаже движимого имущества, да, то есть или арестованного имущества, должно быть опубликовано не позднее, чем в течение 10 рабочих дней после получения информации организаторам торгов. Но не позднее, чем за 30 дней до дня проведения. То есть именно до дня проведения торгов, это сбор приема заявок у нас составляет 30 дней. Извещение о продаже залоговой невежимости должно быть опубликовано также не позднее, чем за 10 дней, но не ранее, чем за 30 дней до их проведения. Таким образом, если вы находите совсем свежее извещение, то чтобы изучить этот лот, собрать всю необходимую информацию, созвониться с приставами, съездить к организатору торгов, сделать запросы, у вас предостаточно. Да, то есть для этого у вас есть для движимого имущества не менее 30 дней, для недвижимого имущества от 10 до 30 дней, в основном это всегда у нас 30 дней. Теперь давайте поговорим про задаток. Задаток в 229-м федеральном законе. То есть 229-й это арестованное, да, то есть помним, например, за алименты. Оно вносится в размере, в сроке, в порядке, который указан в возвещении о проведении торгов. И вносится до окончания срока заявок. До окончания срока приема заявок. Сейчас слушайтесь просто в эту фразу. То есть на момент, когда вы подаете заявку, ваш задаток должен поступить на счет организатора торгов. Он уже должен быть там. Причем это может быть на счете площадки, а может быть на счете организаторов торгов. В зависимости от того, что указано в возвещении. Если произойдет так, что вы подали заявку, а задаток не дошел, то в этом случае организатор торгов вправе отклонить заявку. Дальше. Задаток по 102-м. Причем здесь, смотрите, у нас задаток не регламентирован. Обратите внимание. Здесь не составляет ни 5, ни 10, ни 15. Нет четкой суммы. Поэтому организатор торгов устанавливает завод самостоятельно. Задаток по 102-му федеральному закону составляет не более 5% от начальной цены продажи. И вносится также до окончания срока приема заявок. То есть это запомните. Дальше. Правило 2. Мы с вами следим за сроками. Какие у нас с вами сроки в процедурах проведения? Срок публикации самого извещения о том, что имущество выставляется на торги. Не позднее, чем за 10 дней, но не ранее, чем за 30. Это в 102-м федеральном законе. В 229-м федеральном законе. Не позднее, чем за 30 дней. Размер задатка. Не может превышать в 102-м федеральном законе больше 5%. Вот начальник цены имущества. В 229-м федеральном законе. Любой может быть задаток, хоть в размере 100%. Он указан на сайте организатора торгов. Дальше. Срок оплаты имуществом. В 102-м федеральном законе 5 дней. В арестованном имуществе в течение 5 дней. Также. Срок заключения договора купли-продажи. В 102-м федеральном законе 5 дней. 10 дней с момента оплаты. В 229-м федеральном законе 10 дней с момента оплаты. Срок возврата задатка невыигрышным участникам. Что в 102-м, что в 229-м в течение 5 дней. Правило номер 3. Информация о торгах может быть опубликована. Самое первое, самое главное, что на сайте торги GoFru она может быть опубликована. И она публикуется. Но есть еще та, что не публикуется. Поэтому ключевое слово должно быть опубликовано. Первое. На сайте торги GoFru. Второе. На сайте FacePP. То есть FacePP берет с сайты торги GoFru. На сайте организатора торгов. И на сайте электронно-торговой площадки. То есть в идеале, если вообще она опубликована абсолютно везде. И также в печатных средствах массовой информации. Ну, например, в газетах. Там еще там, я не знаю, в журнале. То есть это может быть опубликовано и вы можете узнать. При этом про все здесь очень важно. Что информация в сети интернет имеет первоочередное значение. То есть в каких-либо там массовых, да, в газетах это уже второе. То есть это значит, что на сайте торги GoFru всегда информация первоочередная. Запомните это. Теперь. Заложенная недвижимость. Ипотечная. То есть то, что в рамках 102-го федерального закона. Смотрите, здесь еще что. Что также нужно такие, то есть такие извещения публиковать в здании, которым является официальным информационным органом. Ну, к примеру, это там торги Инвест. Есть такой сайт. Московский торги и так далее. Как найти печатное издание, которое опубликовано? В извещении о проведении торгов, которое опубликуется на сайте торги GoFru. В извещении, да, здесь должно быть указано на именовании номер периодического печатного издания, в котором организатор торгов опубликовал извещение и эту дату. Это нам желательно проверить для себя, для того, чтобы мы понимали, что, например, организатор торгов не является мошенником, хотя это встречается крайне редко. Правило номер четыре. Внимательно изучаем извещение. Вся информация, которая нам нужна для начала работы с лотом, публикуется в извещении о торгах на сайте торги GoFru. Запомните это. Что нам с вами нужно найти в извещении? Итак, первое. Время и место проведения торгов. Форма торгов. Имущество, которое будет продаваться. Если это недвижимость, то должны быть указаны данные, которые позволяют определенно ее установить. В частности, нужно указать кадастровый номер недвижимости. То есть, бывает так, что у одной квартиры, например, два адреса, грубо говоря, но, например, кадастровый номер, либо это там с залевой недвижимостью. О существующих обременениях залога ареста обязательно надо знать, потому что снимать нам их. Порядки проведения торгов, в том числе, как оформляется участок, то есть, как оформляется не участок, а участие в торгах, как определяется победитель, нам важно понимать, в начальной цене, а собственники, правообладатели имущества, то есть, как можно нам надо больше, в принципе, информации собрать, причем не обязательно просто в извещении найти. Об условиях договора, который заключается по результатам торгов, размере задатка, порядке, в котором должны все участники быть. Дальше. Оценка имущества. Как мы оцениваем арестованное имущество? Имущество предлагается покупателям по цене, которая обычно меньше той, что указано в постановлении пристава о принятии оценки. То есть, все имущество выставляется на основании оценочной деятельности. И оценка у нас бывает, смотрите, судебная оценка, она может быть бессрочной, и оценка компаний, привлеченных в Федеральную службу судебный пристав. Да, то есть, если это в суде зафиксировано, то это одно. Если это Федеральная служба судебных приставов, то там в течение 6 месяцев все это должно продаться, иначе оценка будет недействительной. И самое главное, начальная цена имущества не должна быть меньше оценочной. Теперь, цена лота на торгах от оценки, да? То есть, если мы с вами говорим, например, в рамках 102-го федерального закона. 102-го, что 229-го федерального закона, когда у нас имущество выставляется на торги, оно у нас идет со снижением на 20%. То есть, первичные торги от оценки отнимают 20%. Что в суде, что от приставов, да? То есть, к примеру, квартира стоит миллион, ее выставляют за 800 тысяч. Если за 800 тысяч ее никто не забрал, то начинается у нас второй этап торгов. И на второй этап торгов квартира уже та же самая, выставляется предмет торгов, имущество, да? То есть, на 15%. То есть, от того получается первое 800 тысяч, и от 800 тысяч мы убрали 15%. То есть, получили сумму, за которую мы можем купить, например, какой-либо объект. Я считаю, что это очень круто, что имущество можно намного ниже рынка купить. Дальше. Если торги были признаны конкретно не состоявшимися, первичные, да? То есть, если первичные торги были признаны не состоявшимися, то цена должна быть снижена на 15% при проведении вторичных торгов. Если первичные, первоначальные, как годные, первые торги не состоялись. Но, если первичные торги были признаны состоявшимися, но по какой-то причине покупатель отказался, либо не оплатил имущество, то в этом случае цена у нас не снижается. Да? То есть, она у нас не снижается. Именно, чтобы не должно быть никаких заявителей, то есть, торги не должны быть признаны состоявшимися. Как выбрать лот и начать работу с ним, да? То есть, давайте разберемся. Итак, когда мы с вами выбираем лот, мы с вами должны понимать, то есть, какую комиссию мы хотим, сколько мы хотим заработать на том или ином лоте. И смотрите, ну, я всегда говорю за то, что мы работаем для инвесторов. Имущество для инвесторов покупаем, да, и нам тогда не нужно своих средств. И мы берем комиссию. Итак, размер комиссии зависит от того, в каком вы регионе находитесь и какая примерно комиссия именно в вашем регионе, ну, пускай будет и с квартирами у риэлтора. От стоимости лоты и от вашего умения договориться с инвестором. Также у нас с вами есть несколько стратегий заработка, да, то есть, с которыми мы работаем. Мы уже их проходили, но в любом случае выкупить для себя, помогать партнерам, выкупить на свои деньги, выкупить готовый бизнес и выкупить клиента. Итак, дальше. У нас есть ограничения, с которыми мы не работаем, да, то есть, в арестованном имуществе есть ограничения. Их сразу отсекаем и забываем про данную имущество. Первое. Применение с договором ренту. Тогда вы должны будете нести ответственность за человека, который там, например, проживает. И вы его не сможете, ну, там, по квартире вы его не сможете выселить. Дальше. Обременение с опекой. Тоже к ним мы никак не относимся. Сразу их убираем. И смотрите. Ограничения все мы смотрим в аукцион документации и подробнее будем разговаривать в следующем уроке. Дальше. Проверяем публикации. На сайте организатора торгов указано, да, то есть, в извещении, на сайте торги Гофру. Если это на торги Гофру, то на сайте организатора торгов, на сайте организатора электронно-торговой площадки все должно быть опубликовано. Это все нам обязательно с вами сравнить. Дальше. Выясняем среднерыночную стоимость в выбранных лотах на подобных сайтах. Если мы работаем с недвижимостью, то это какие-то цены, Авито, Домклик, Домру и так далее. Если это машины, то это Автору, Дромру. И сравниваем с ценой на торгах. То есть, нам нужно, чтобы цена нашего лота плюс предполагаемая наша комиссия была в любом случае ниже рынка хотя бы на 10-15%, чтобы это было выгодно взять инвестор. Дальше. Прямые договора, да, то есть, я говорила, что должно быть опубликовано где? У нас, помимо того, что торги проходят электронно-ослайновские, да, то есть, при использовании, да, то есть, как с аукционом, у нас еще может это все проходить по прямым договорам, либо по другому реализации на комиссионных началах. Прямые договора – это продажи имущества без проведения торгов, то есть, торги там у нас не проходят. То есть, это значит, да, то есть, это у нас вторая форма, форма реализации является на комиссионных началах. Регулируется она у нас 30-й главой 51-го закона Гражданского кодекса. Теперь, реализация имущества на комиссионных началах осуществляется на сайте организаторов торгов, то есть, обратите внимание, она не публикуется на торги ГОВ, не публикуется на электронно-торговой площадке, она не публикуется нигде в печатном здании, только на сайте организаторов торгов. Более подробно мы все это с вами будем разбирать, да, то есть, а пока переваривайте то, что сегодня было в нашем уроке. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете всегда их написать, и я буду записывать. Следующее видео, следующий урок будет записан, также бесплатно выложен на платформу YouTube. Спасибо за внимание, очень рада, что вы досмотрели данное видео до конца.